всем привет привет джесси говори так кого-то скоро грумеру как раз и до 10 числа два годика исполняется 10 декабря и мы ее отправим потому что какая-то линька началась вы чувствовали но все равно так на сегодня все молодец сегодня не об этом сегодня вторая модель которая вообще не любит и боится этот стол не любит сниматься но она нам нужна так как приходит зима наступает зима холодные времена поэтому поговорим о том как же гулять гулять с собаками какие у вас есть чем прогулки отличаются зима от весны и лета осени да так боже все вот многие спрашивают почему мы редко снимаем бусю да вот поэтому смотрите это называется типичная дрожь чихахуа вот она боится если вы начинает дрожать у джесси она прям удовольствие получает от съемок так значит наступает зима поэтому как же гулять с собаками особенно декоративными комнатными я не говорю от двора дворовых правильно собак да овчар как там и все а вот таких декоративных собачек или просто тех собак которые живут у нас дома домашних условиях ну во-первых прогулки зависит от того какая у вас собачка либо такая вода длинношерстная пушистая естественно она будет холод переносить чуть получше или вот такая как наша чихушечка да да еще коротко шерстная такие лапочки у нее малюсенькие посмотрите поэтому прогулки зимой должны отличаться во первых по времени это вы должны сократить сократить прогулку минимум двое да и использовать для таких собачек особенно вот таких как и гладкошерстных чихахуашек маленьких или это одежду вот у нас где то есть видео полистайте на канале есть видео отдельно об одежде про одежду какие мы покупали даже обзор этой жилетки я просто выложила пример приблизительный значит не забываем о одежде да надеваем обязательно уже начиная с поздней осени а зимой то тем более если у вас такая чихахуа то гладкошерстные прогулки сокращаем как максимум до 15 минут если уже морозы пошли да и помним о том что собака гладкошерстная не должна выводить ее вообще не надо при не знаю по моему от минус 11 15 туда им вообще противопоказаны прогулки шпицов же это немножко по-другому касается тоже надо сократить и время прогулки но температура даже если минусовая уже идет шпицов водить можно и так как они активная порода поэтому не гоняют по снегу особенно наша да любят снежки когда и кидают зарывается снег это характерная признак шпицов потому что вот этот товарищ это гуляет знаете как стал стоит все если вы еще оставите там на 15 минут она будет 15 минут стоять замерзнет у нас такой случай был и собака же не скажет что она простудилась до помнишь у нас был случай так мы ее простудили первый раз когда у нее полностью пропал голос поэтому с такими чихушечками чихахуа быть очень аккуратными минусовую погоду гуляем максимально то есть минимально по времени и значит одеваем утепляем обязательно что еще хотела сказать до минимально и проверяем в минус 11 15 лучше не гулять вообще такими чихахуа с этой можно вот в основном эта одежда у нас идет и утепляем собаку это для в основном это у нас бусина одежда единственное что мы купили жилетку сразу встала когда я взяла ее жилеточку это джесси вот видите обзор жилетки тоже есть видео это как я покупала какого там какого поставщика это очень качественная жилетка мы ее долго ждали то есть это видео можете посмотреть собака сразу стала по поводу своей жилетки одеваем ее вот уже когда она прогуливается ну минус больше минус 10 а то даже около минус 15 до этого мы не одеваем джесси потому что у у нее хороший подшерсток она очень активная собака поэтому она не мерзнет так как вот наша собачка чихахуа если буся вот такая у вас собачка как буся чихахуа кашерстная обязательно должна быть на нее одежка вот зимний теплый комбинезон отличный да и вот такие маечки которые продеваются на передние ножки да а задние ножки закрепляют вот такие называется маечки или кофточки как-то я даже не знаю это голова идет сюда поэтому утепляем да если не знаете как приучить собаку то есть надо сейчас расскажу вкратце бусечка зайка не трясись да приучает конечно каждый собаку приучают по-своему но при общие принципы вот со своего опыта как мы приучали вот во первых потому что собаки при тогда ходе надеваешь на них одежду даже джесси которая ничего не боится она становится для нее как какой-то стресс помню мы как джесси одевали вот такую жилетку она даже ходить не могла она как в копанной становится то есть такой зайти манекен все буся то вообще отдельный случай поэтому если вы решили приучать это надо начинать дома не начинать с таких вот сложных комбинезонов знаете вот видите такой сложный ножки одни ножки вторые все мы когда надели первый раз на бусю она даже по моему ни шага не могла ступить начинаем вот таких маечек можно даже более синих легких это тепленькая чтобы были закреплены только передние ножки голова да а здесь свободно походили дома 5-15 минут вот в такой маечке сняли собачка привыкла да не надо кричать не надо на нее прям привыкла собачка покормили ее лакомство какое вкусняшку какую-то дали вкусняшку дали вот вкусняшку дали все уже когда привыкнет у вас собачка к такому вот к таким же леточкам вы уже в зимний период этот обусин комбинезон вы можете уже более такой пошел на нее как панцирь одеваете она уже легче это произнос ни в коем случае не кричать на собаку не агрессировать не не тянуть ее не стягивать быть аккуратны и спокойны и собачка привыкнет так что еще в зиму конечно надо защищать что это защищает лапки вот да кто-то грумеру прям будет скоро до к мариане пойдет нашему грумеру потому что видите как отросли защищаем лапки потому что даже спецов у любых пород вот эти подушечки джессика подожди ты ж у нас умничка они нежные да они мерзнут зимой посыпают особенно если вы живете в большом городе до различными дорогу реагентами солью песком да и это может ранить лапку лапки пересыхают потом они трескаются возникают язвы воспалительные процессы поэтому можно обрабатывать специальными кремами в любых за магазинах есть воски специальные ну пусть все успокаивайся ну и для особо конечно таких знаете которые приучили и особенно таких талантливых собаководов есть сапожки а есть на лапнике специально чуть легче но я знаю точно что бусят что джесси у нас сапожки не будут носить поэтому можно обрабатывать воском кремчиком обязательно после зимней прогулочки что делаем споласкиваем ножки лапки ножки лапки это теплой водой не надо горячей а теплой чтобы не было резкого перепада да и вытираем хорошо на сухо собаку помните что наши неважно это шпицы это чихахуа они домашние животные все равно они приучены к теплу поэтому зимой я же уже сказала да не долго гулять сократить как минимум два раза свои прогулки и все перепады не мыть холодной водой а теплой не горячей а теплой водой чтобы ограничить вот эти перепады чтобы не лопались подушечки наши на ножках на лапках ой ну ножки лапки они же к нам как на человеке что еще если вы на улице и когда снег мороз не давать сильно долго собаке сидеть стоять на одном месте чтобы она осуществляла как можно больше движений поиграйте с ней снежками возьмите мячик что вам удобно чтобы было движение было кровообращение собака не замерзала если вы увидели что собака как-то себя неадекватно ведет да постоянно лапки подымает одну вторую вот ей тяжело стоять она показана показывает вам тем самым что уже все она переохладилась если не дай бог вы тогда гулялись да что у нее даже побледнела десна и небо она дышит да вот то что надо быстрее в тепло а ее укрыть одеяльцем тепленьким или обложите теплыми грелками то есть это первые у нас что первые при да при переохлаждениях поэтому используйте все если вы такие умелые собаководы я же говорю приучайте к это не сми это не смешно так действительно полезно ну наши точно не будут я представляю джесси в сапогах это невозможно утепляйтесь разными одеждами и следите за здоровьем своих собачек сейчас зима уже наступает да поэтому будем гулять будем все хорошо делать так что у нас еще у нас предыдущем видео я показал вот вышла джесси с кадра вот это у нас было перед видео помнишь нам показано предыдущая была видео можете посмотреть мы покупали игрушку видите вы смотрите у нас здесь ушей уже нет одно отгрызла джесси второе я срезал срезал да но игрушка сама видите живая да вот это было там еще белорусская игрушка у нас она ее зарызла буквально за можете посмотреть да перед этим было видео белорусская такая как как такой как ёжичек небольшой его хватило буквально по моему на сутки там максимум какие сутки там минут 30 даже да все это не предусмотрено и вообще поражаюсь тем производителям я не понимаю как они неужели они не тестят свои игрушки да вот ну они же должны понимать что-то для собак так вот еще одну купили ёжика сильно буси ёжик нравится это принципе качественный продукт качественная игрушка но не предусмотрены вот эти вот ушки ушки без ушек было бы идеально это будет у нас долго существовать дальше так ёжик вот купили ёжик но я прогнозирую что этого ёжика хватит точно минут на пятнадцать но посмотрим вот но это мы покажем обзор полный следующем видео так а пока всем пока да да смотрите наш канал подписывайтесь не забывайте ставьте лайки лайки ставьте что еще пишите комментарии мы отвечаем на вопросы если и комментарии вы если это адекватные это не обычные хейтеры а действительно нормальные вопросы и человек хочет что-то узнать или поделиться мы всегда за а так всем пока 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 вкусняшки идем есть вкусняхи а